Звуки выстрелов из винтовок, крики ура и десятки людей в форме советской армии. История будто повторяется спустя 77 лет. Краснодарские улицы эту картину уже наблюдали в 1943 году, когда немецкие фашисты окончательно и бесповоротно погинули кубанскую столицу. И вновь над городом алое полотнище, как символ освобождения Краснодара. На историческое здание, бывший крайком ВКПБ, его водрузили участники реконструкции. За зрелищем наблюдают сотни людей. Это наша общая история и память. Все очень по-настоящему, все эффектно прочувствуем, я думаю, сегодня полностью всю атмосферу, которая происходила в те времена. Это важно для того, чтобы наши потомки не забывали подвиги наших дедов, отцов, героев этого отечества. Краснодар наш! По улицам проходят наши войска. Их приветствуют жители освобожденного города. Чтобы услышать эту долгожданную новость, люди прожили в оккупации 186 страшных дней и ночей. Более 13 тысяч краснодарцев были убиты и замучены до смерти. Все ужасы войны Виктору Коваленко пришлось испытать в 6 лет. Его дом по улице Новокузнечной заметно изменился с тех страшных времен. Но вот чердак, на котором семья маленького Вити тогда приютила сбежавших из плена советских бойцов, кажется, остался прежним. Пока дядя Андрей и дядя Сеня укрывались под крышей, в доме одну из комнат занял немецкий офицер Август. Красноармейцам все же было суждено встретиться с гитлеровцем. Никаких разговоров не было, ничего не было, ни слова, никто. Только потом дядя Сеня рассказывал, говорит, иду, когда он идет, он стоит с топором. А я, говорит, смотрю на его руку, если только поля, а кобураш вот здесь вот, у него все висело. Если только смотрю, если только топором сброшен, август даже и намеком прошел, вежливо поздоровал, он такой интеллигентный, ну инженер немецкий. День, когда в Краснодар пришла свобода, Виктор Коваленко до сих пор не может вспоминать без слез. Это след войны, который не стирается со временем. Красноармейцев тогда встречали криками «Ура!», обнимали и угощали, кто чем мог. Самое бесценное, чем тогда поделился маленький Витя, была горбушка черного хлеба с постным маслом и солью. Я выскочил с этим кусочком хлеба, к садатку подбежал, так мне слепил, скушался. Я подбежал, к бабушке впаду, уткнулся. Не могу сейчас это. Вот так встретил. Оказалось, прибежали с пацанами уже, когда все, все. И у нас были, давай друг перед другом выпендриваться. И у нас были, и у нас были, и у нас были, и у нас были. Вот что такое русский народ. Каждое утро 12 февраля, независимо от дня, недели и погоды здесь, у мемориала жертвам фашизма в Краснодаре многолюдно. Вот и сегодня, несмотря на проливной дождь и снег, сотни горожан совершенно разного возраста пришли с гвоздиками в руках. Почтить память героев вместе с краснодарцами приехали глава Кубани, спикер ЗАГСа Брания, мэр Краснодара и руководитель регионального управления ФСБ. Они возложили к подножию монумента цветы и венки. Минамин Кондратьев отметил, что жители края, присутствующие на памятном митинге, едины в одном. Все хотят жить мирно и трудиться на родной земле. Я уверен, такая же погода была и 77 лет назад. Оно вот еще и хуже. И они не просто воевали, наши деды, прадеды, они побеждали, невзирая ни на какую погоду. Да, мы все разные, но едины в одном. Мы все хотим, чтобы над нашими головами было мирное небо. Мы этого все хотим. И они в 1943 году этого тоже хотели. Хотели. Но только они об этом мечтали. В 1943 году. Мечтали, чтобы закончилась эта проклятая война. Они мечтали вернуться в свой город. Они мечтали пройтись по мирным улицам Краснодара. Со своими детьми и внуками. Растить. Будущее поколение. Мечтали. Мы сегодня живем за них. Мы живем за тех неродившихся мальчишек и девчонок. Давайте просто будем достойны их памяти. Народа, нашего народа, наших предков, наших дедов, прадедов, их, которые принесли мир всему миру. Победа досталась дорогой ценой. В руинах лежали жилые дома, разрушены предприятия, объекты инфраструктуры. Но самое страшное то, что тысячам жителей не довелось дожить до дня освобождения. Каждый год мы собираемся здесь, чтобы возложить цветы в память о подвиге советского солдата. Мы с благодарностью и скорбью вспоминаем умерших всех, кто спас нашу родную Кубань и страду от немецко-фашистских захватчиков. Война разделила жизнь людей на «до» и «после». Многим пришлось попросту заново учиться, чувствовать, любить и радоваться. В себя приходил и город. Краснодар встретил победу разрушенным. В руинах лежали заводы имени Седина и Калинина, мельница, электростанция. Ущерб, причиненный немцами на тот момент, превышал 2 миллиарда рублей. Осваждение Краснодара, как и всей Кубани, это было важное событие для жизни. Не только жителей Краснодара, Кубани, но и всей страны. Потому что каждый взятый новый рубеж, каждый отбитый у фашистов населенный пункт, вселял надежду, приближал великую победу. Краснодар был один из самых разрушенных городов нашей страны. И наши деды, прадеды, вернувшись с фронта, не ждали никакого помощи. Они сами начали восстанавливать свой город. Наш с вами город. Своими силами по кирпичику отстраивали каждое здание. Строили заводы, фабрики. Пахали, сели, собирали урожай. Ради нас с вами. Ради будущих поколений. Вот что ими двигало будущее, будущее Кубани, будущее Краснодара, будущее великой страны. 77 лет назад война покинула пределы города на память о подвиге наших земляков. Жива до сих пор в молчаливых мемориалах вся боль и скорбь тех лет. Монументы военной истории сегодня приводят в порядок в преддверии 75-летия Великой Победы. На реконструкции памятник воинам-освободителям. За строительными лесами пока скрытый обелиск бойцам 46-й армии. Именно с этого места, недалеко от парка Солнечный остров, началось наступление советской армии, которая выбила фашистов из Краснодара.